Если неприятный запах тревожит только вас или кого-то из вашего окружения, возможно нет повода для беспокойства. Имеет место субъективная оценка ситуации. Но если неприятный запах не нравится большему количеству людей, тут я вас прекрасно понимаю, важно искать только не как избавиться от запаха, а как найти причину, которая привела к тому, что запах появился. Это разные вещи. Избавиться от запаха, вы берете натуральную косметику, пользуетесь, забиваете запах, но вы не решаете ситуацию, а проблема продолжает, причина продолжает действовать на ваше здоровье. И самое простое решение ситуации может быть в кабинете стоматолога. Я прекрасно понимаю, парадонтоз, кариес, различные процессы в полости рта могут приводить к тому, что там чрезмерно размножаются патогенные бактерии. Как вы понимаете, своими выделениями они себя демаскируют. И тут многие могут понять, ладно, к стоматологу еще не время, буду сплевывать слюну. Потому что понимаете, что когда вы глотаете конгломерат бактерий с их выделением в пищеварительную систему, вы нарушаете еще и ситуацию там. Внешне кажется, что лучше слюну сплюнуть. Не советую особенно мужчинам. Цикл движения половых гормонов в организме один из этапов слюны и железы. И банальное сплевывание слюны приводит к тому, что снижается потенция. Я не думаю, что мужчины, поняв эту информацию, теперь будут легко расставаться со слюной. Плеваться не нужно. Слюна это нормальный пищеварительный секрет, который нужно использовать. А проблемы в полости рта нужно решать. И оптимально, не народными средствами все-таки, а в кабинете стоматолога. Но если стоматолога к вам теперь претензий нет, а запах остался, возможно проблема находилась рядышком. Вам нужно зайти в соседний кабинет, к лор-врачу. Да, действительно, лор-патология может приводить к тому, что появляется реально неприятный запах. И тут ситуация может решиться двумя путями. Путь первый. Лор-врач должен исключить механические причины для этого. Скажем, искривление носовой перегородки. Часто такая причина приводит к тому, что снижается местный иммунитет и появляется тот самый запах. Но если механических причин к появлению запаха нет, они не выявлены, а есть просто какой-то воспалительный процесс в этих органах. И там развиваются патогенные бактерии. Можно, конечно, его лечить местно, долго. Я бы сказал, нудно и бесполезно, безуспешно. Потому что, как правило, местное страдание отражает общее снижение иммунитета в вашем организме. И попытка решить ее только локально приводит к тому, что ситуация в целом в организме не меняется, иммунитет в организме от этого не укрепляется. Хотя частично вам становится лучше. Чтобы понять, о чем я говорю на эти видео «5 главных функций иммунной системы», просмотрите его после этого. И вы поймете, к чему я клоню. Почему не стоит маскировать местную ситуацию, нужно всегда решать проблемы в комплексе. Третьей причиной появления неприятного запаха может быть банальная еда. Да, есть определенные продукты питания, которые к этому приводят, но я об этом скажу немножко позже, в конце. Четвертая группа причин – это состояние желудочно-кишечного тракта. Если есть дискинезия желчевыделительной системы, там где-то перегиб, перетяжка, в желчном пузыре, в протоках, есть гастрит, чаще с пониженной кислотностью, есть хронический панкреатий, есть дисбактериоз кишечника на разные стадии. Вы часто не думали о том, что глисты и паразиты могут присутствовать в вашем организме и провоцировать этот запах. Любой фактический диагноз вы со стороны пищеварительной системы, со стороны органов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, могут приводить к тому, что пищеварение в кишечнике происходит неэффективно, и пищу вместо вас переваривают бактерии патогенные, сапрофиты переваривают, глисты, паразиты, простейшие. И у вас изменяется не только запах из полости рта, у вас изменяется запах пота, запах мочи, запах ног, запах выделений различных. Разные системы, ароматические вещества могут удалять из вашего организма, показывая, что в организме не все в порядке. Если вы знаете о том, что есть патология желудочно-кишечного тракта, прежде всего нужно решать ее, нужно помогать в этой ситуации справиться своему организму, наладить правильное питание. Потому что отсюда зависит иммунитет и в полости рта, и в лорорганах, и в следующем органе, от которого тоже зависит запах, который выходит из вашего организма разными путями. Это дыхательная система, это легкие. И тут восточная медицина это четко показала. Меридиан толстого кишечника, где сосредоточено максимальное количество бактерий, завязан с меридианом легких, а между ними находится фильтр печени. Вот если в кишечнике беспорядок, но печень удерживает эту ситуацию, то ваш организм еще более-менее в хорошем порядке. Но как правило это у мужчин. У женщин печень слабее, поэтому у женщин очень часто проблемы пищеварительной системы отражаются на состоянии органов дыхания. И различная патология, от патологии лорорганов, трахеиты, бронхиты, пневмонийки могут быть, бронхиальная астма очень часто. Эти состояния очень зависимы от состояния кишечника. И пока мы опять-таки пищеварительную систему не восстановим, не наладим там оптимальную полноценную работу, дыхательная система не будет работать хорошо. Правда есть конечно ситуации, которые не завязаны с этим. Например бронхит курильщика, там тоже запах идет не самый лучший. И если вы хотите легко бросить курить, но еще не знаете как, найдите на моем канале несколько видео, посмотрите их все. Может быть они смотивируют вас все-таки решить как-то эту ситуацию и бросить курить раз и навсегда, за час, за день. Там есть разные варианты. Вы можете просмотреть и решить для себя эту ситуацию. Сложнее решить проблему с туберкулезом. Такое видео кстати тоже есть на моем канале. Как правило ночной пот с очень неприятным запахом, потому что с потом выделяется много белка. Белок это хорошая питательная среда для бактерий и запах поток весьма специфический и достаточно сильный. Чтобы решить какая ситуация у вас в организме есть, нужно сделать рентген обследования легких и применять специфическое лечение, но на фоне опять-таки правильного питания. Потому что по большому счету любой инфекционный процесс, любой процесс воспалительный требует для решения, во-первых, ремонтировать пораженные органы и ткани, ну а во-вторых, чтобы там никто не развивался из патогенных бактерий, вирусов и какие-то другие патогены, ну иммунная система должна работать. А ей нужны белки, нужны антитела она должна вырабатывать, чтобы было из чего. Интерферон нужен. И тут нужно просто это понимать, что пока вы не наладите правильное питание, то у хорошей иммунитета вы можете даже не заикаться. Потому что нечем сдерживать бактерии в вашей иммунной системе. Просто не хватает на это белка. Такое видео вы можете найти на моем канале, как бороться с этими ситуациями. И в принципе, если вот глобально все эти ситуации просмотреть, то легко ответить на вопрос, почему появляется неприятный запах. Неприятный запах появляется по одной простой причине. Работает ваш организм. Да, вы потребляете какие-то питательные вещества, идет обмен веществ, образуются какие-то продукты конечной жизнедеятельности, или их называют по-другому шлаки. Они выделяются различными системами. С выдыхаемым воздухом, через кожу, через мочеполовую систему, с кишечником. Разными путями выделения выделяются. Но, когда вы нюхаете и ваш аромат приятен, то вы понимаете, что в принципе работает только ваш организм. Основная масса людей, в принципе, к этому аромату плюс-минус, привыкает он считается приятным. Вот если в вашем организме развиваются какие-то патогенные бактерии, вирусы, глисты, паразиты, простейший, любой набор из них, они, как вы понимаете, тоже кушают. Они тоже выделения определенные дают. И вот эти вот выделения выделяются через любые системы. То ли это через легкие, то ли через кожу, то ли через кишечник. Несущественно, как они выделяются. Важно, что на эту ситуацию ваш организм всегда реагирует. А система регуляции, быстрая система регуляции, это нервно-эндокринная регуляция. И когда включается больше эндокринная система, начинает плясать туда-сюда гормоны, пытаясь выровнять обмен веществ в вашем организме. С учетом того, что кто-то у вас что-то съел лишнее, а вам что-то не досталось. Какие-то компоненты. Да, появляются еще и гормональные нарушения, которые почему-то, вот их выставляют как причину вот этого запаха. А это следствие, гормональные изменения, это следствие, это реакция вашего организма на ту измененную ситуацию, в которой он находится. Это не причина для появления запаха. Это промежуточный этап, который выявлен и действует на который, я бы не советовал. Я бы советовал все-таки сделать еще шажок в сторону и понять, что гормональные нарушения это причина того, что в организме не попадают полноценно все эти 500 питательных веществ, вода и кислород, которые нужны для поддержания высокого уровня активности вашего организма. Точно так же изменяется активность нервной системы на эту ситуацию. И не важно, вы имеете раздражительность или депрессию, страхи, тревоги, апатии, это все реакции вашей нервной системы, опять-таки, на то метаболическое обеспечение, которое вы ей позволили, которое вы ей дали. И пока вы не устраните причину, следствие в виде дисбаланса нервной эндокринной системы будет у вас постоянно присутствовать. Если вы самостоятельно не нашли причину, у вас два варианта. Первый вариант, ну, просмотрите видео сначала, поймите какую-то ситуацию, найдите причину, которая может быть в вашем организме, которую вы, может быть, с первого раза не просмотрели, вернее, просмотрели, не увидели в видео. Второй вариант, ну, запись на консультацию. Тут, тогда я вам могу помочь решить эту ситуацию. Мы поищем с вами те причины, которые, может быть, вы сами не заметили, и попытаемся их устранить. А индикатором будет тот запах, который будет меняться, который вы будете, скажем так, ощущать в тех выделениях, то ли с потом, то ли с выдыхаемым воздухом, то ли с другими выделениями. Несущественно. Выделение – это индикатор. Запах – это индикатор того, что в организме не все еще работает в порядке. Ну, а какая еда? Ну, самые наиболее распространены, скажем так, пищевые продукты, которые дают неприятный запах – лук, чеснок. Ну, и, как вы понимаете, в принципе, хорошие продукты питания. Их можно использовать и в свежем виде. Не обязательно термически обрабатывать. Но, если вы жуете, запах усиливается. Если вы глотаете, запах меньше. А эффект для вашего организма тот же самый практически. Ну, единственное, что, когда вы жуете, вы еще санируете полость рта, потому что те эфирные масла, те фитонциды, которые есть в луке и чесноке, они дезинфицируют вам полость рта. Но, тут вопрос философский. Что вам больше нужно? Когда вы жуете, у вас больше, более сильный запах, и, ну, если вы едете в транспорте, возможно, вам могут уступить место. Но тут нужно понимать, что могут и по-другому отреагировать на ситуацию с неприятным запахом. Чтобы устранить этот запах, ну, есть наиболее распространенные варианты. Кто-то советует пожевать петрушку, кто-то советует пожевать кофе. В принципе, любой вариант подходит, но, если у вас более холеричный темперамент, тогда лучше жуйте петрушку. Если у вас больше такой флегматичный темперамент, тогда лучше кофе. Почему? Да потому, что и лук, и чеснок, и петрушка с кофе. Они так или иначе влияют на потенцию, особенно у мужчин. А это может изменить демографическую ситуацию. Потому что какие-то виды, варианты мужского бесплодия могут быть устранены, и это только плюс. На такой оптимистической ноте я попробую закончить это видео с привычными подписчикам моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему. А пока я думаю, что какая тема сегодня более актуальна, не забудьте, если вам понравилось это видео, поставить лайк, отправить его друзьям, знакомым. Может быть, они все знают, как правильно создать оптимальный запах от тела, не прибегая к косметическим средствам. До новых встреч на моем канале. До новых встреч